Довольно известный факт, что мама Криштиану Роналду во время беременности пыталась от него избавиться, пила теплое пиво. Уж поверьте мне, я пробовал теплое пиво и реально после него можно потерять не только ребенка, а и наверное жизнь. Также она прыгала, скакала, короче все это вы можете найти в интернете, она сама этого не отрицает. Но тем не менее, несмотря на это все, Криштиану на свет появился и вы можете по-разному к нему относиться, можете его любить. Нет, это дело ваше, но глупо спорить с тем, что это великолепный футболист, один из самых величайших в истории. К чему я это, друзья? К тому, что иногда нечто великое рождается случайно, даже порой сквозь муки. И вот этой серии карьеры могло было бы и не быть, потому что, ну, я подумал, ну, середина сезона, что-то там интересного показывать. Но случилось нечто такое, друзья, просто феноменальное. Я не про поражение Вильяриалу 1-4. Короче, сегодня покажу, что сотворила Депортива. Приятного просмотра, лайки, комментарии, колокольчики, подписки, приветствую. Да, мне не стыдно, мне не стыдно показать, что мы очень, так сказать, мощно в штаны прям себе жижанули в матче с Вильяриалом. Это было сразу после матча с Реал Мадридом в прошлой серии, собственно, то есть кучу поражений. Но после этого, друзья, мы перестали проигрывать. Просто посмотрите, с Вальякано 4-2. Да, это товарищеский матч, но, тем не менее, 15 голов тоже приятно. Сельта, это важнейшее, это даже, что уж там, историческое противостояние. А если все вот так вот посорить, сорить, 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 а? Дерби, Галисийское. Смело дальше идем. Алавес, до свидания. Эспанил просто, просто в порошок. Ну, сосъедат очки у нас отобрал. Окей, и то там я, что там я? А, там я в основу поставил Барда, который очень долго ныл. Говорил, тренер, Баррека это пыль, пыль футбола, поставь меня. Вот я, собственно, сжалился над ним и выстрелил в основу. В итоге привез пенальти, Манчу его забил. Здесь, друзья, просто, просто апогей депортивского футбола. 6-0 с Бетисом. Кубки Испании тоже, само собой, прошли дальше. Против команды Е-Бро. Кстати, если вы мне бро, то вы уже поставили лайк. И чем данный матч примечателен? Ну, вы, наверное, уже видите. Короче, в нем я сыграл дублем. И в нападении играли Арп и Ньяс. И что же мы видим? Распиаренный Арп ничего не забил. 0. У него по-прежнему 0 голов за 7 матчей, да? Вспоминаем историю с Данилой Перейром. И причем даже его и особо-то никуда не продашь, потому что он стоит 3 копейки. Это грустненькая история. А вот Ньяс, который уже ну совсем просто разваливается. То есть выносливость десятка, скорость десятка. Берет и забивает два гола. Я вчера даже не поленился и посчитал все его голы за Депортиво. Насчитал 81 штуку за 3,5 сезона. В одном из них он даже и не основной нападающий. 81 гол. По-моему, очень достойно. И, как видите, он уже собирается из команды свалить. Правда, куда и кому он будет нужен с такими скиллами. И нужно ли это ему вообще самому в 35-то лет куда-то уезжать. Ну, может быть, в третьем Диве побегает, позабивает еще. Но мне кажется, он завершит карьеру. Итак, вот, друзья. Что мы имеем? Седьмое место. Седьмое место. Ну, можно сказать, и шестое. Да, вот я не зря почти оговорился. До зоны ЛЧ 6 очков. Не так далеко. В этом году мы, скорее всего, не вылетаем. То есть, что должно случиться, чтобы мы вылетели? У меня должен быть паралич рук, наверное, чтобы я просто даже носом только мог играть. Но даже если я носом буду до конца сезона нажимать кнопку «Далее», то, мне кажется, даже в таком случае очков 40-то мы наберем. И уж точно никуда мы не вылетим. Ну, в очередной раз, так сказать, все хейтеры умылись и начали ссать кровавой жижей из писюнов. А главный герой, друзья, это вот он. И я не знаю, как это работает. Блин, он постоянно новый... Блин, почему он постоянно отвергает новый контракт? Я ему уже раз в два предлагал новый контракт, но он как соглашается, потом такой, типа, как бы и нет. Я не понимаю, что за дела. Просто у него отступные полтора миллиона. Посмотрите, посмотрите сюда. Ну, вам не видно, но поверьте мне, там за моей рожей полтора миллиона скрывается, да? И с другой стороны, скиллы-то у него, ну, ничего серьезного. Но как? Но как, друзья? 14 голов за 18 матчей. Но как? Так, возможно, он своей красотой поражает защитников и вратарей соперников и забивает. На самом деле, это, в принципе, нормальная теория, потому что у него количество голов опережает количество XG. Вот, например, у Zergzi. Давайте посмотрим, где он у нас там. Ну, тоже, кстати. Так что, можно сказать, что в этом году Deportivo идет на овер-перформансе. То есть, наверное, мы должны быть где-то здесь. Но мы здесь. И это самое важное. А сейчас матч с Valencia, потом сыграем матч в кубке и еще раз сыграем с Атлетикой. Такая вот традиция у меня с Атлетикой играть. О! Что-то я смотрю, смотрю, что за Родригес у нас в составе. А это же тот чувак приехал из Колумбии. Молодой. Наверное, надо пацаненка зарегать. Это, во-первых. Да, во-вторых. А, не могу. Почему? Максимум 23 полевых. Блин, короче, нужно кого-то сливать срочно. Ладно, потом мы с этим разберемся. Наверное, вообще ему по-хорошему бы в аренду уйти. Вот так вот. В принципе, для Сигунды, мне кажется, он может там навести шороху. Сколько, сколько у него автостоимость? На секундочку. На секундочку, да? Как бы чувствуете, да? Смекал очка, да? Как бы запахло денежками, да? Ну да ладно, у нас матч с Valencia. Это очень серьезный соперник. Так, Еланга. Так, Пиньяранде в центре поля делать нечего. Где мой? Лимина, блин, походу на Кубок Африки уехал. Ясненько. Ну, ждем с победой. Все-таки престижнейший турнир. Тогда вместо него обычно играет Орельяно. Плохое у меня предчувствие при этом матче. Мне кажется, мы потеряем нашу, так сказать, серию без поражений. И, видимо, мое плохое предчувствие не только на это распространялось. Давайте, наверное, Пиньяранду попробуем. Что-то не хочу этого фитоарпа видеть на поле. Ну и смотрим, что наши пацаны придумают. Еланга неплохо сыграл пару матчей. В принципе, вот и Ва снова пробивается. И Пиньяранда что творит. И добивания, к сожалению, не последовало. Блин. Сейчас просто матч без моментов. Это вот лицо, смотрящее на меня, оно меня пугает. Кто это придумал? Он мне будет сниться в страшных кошмарах. Окей, Хосегая бьет, заряжает. И если бы он сейчас в девятку зарядил бы, то он тоже бы мне снился в страшных кошмарах. Но то ли вратарь, слуга, то ли перекладина послужила, да. И тоже спасла нас перерыв. Первый тайм все довольно грустно. Второй тайм. Продолжаем пыхтеть без моментов. Там у нас XG было 0.10. У Валенсии не сильно много. Но вот сейчас вновь их момент и, может, мой Гомес. Да, мой Гомес. Ну, не в смысле мой, а в смысле игрок Валенсии. Мой Гомес это Барт, привесший пенальти. Ну, вы поняли, да. Коба Ленин вышел на поле. Довольно интересное сочетание имени и фамилии. Если вы сильны в истории Советского Союза. Ну, и вот так вот матч закончен. Кто бы мог подумать, что он закончится мыслями о Советском Союзе. Но вот сейчас у нас есть шанс на атаку. Есть шанс покатать чудо. Сарделка по флангу бежит. Хотя сегодня еще ничего не ел, блин. Кушать хочется. Прострел! Ну, 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 ну. Жалим. Получаем атаку Валенсии. Мне это не очень нравится. Особенно если учитывать время на табло. Девяностое минуты, друзья. Ленин на Педро. Тут просто зарядил метров с тридцати выше ворот. Не знаю, что-то на нем нашло. И, друзья, это нуляки. О, смотрите, сразу-сразу кинулись на этого молодого колумбийца. Но это все команды колумбийские. Я так понимаю, высшего дивизиона, Депортива Кали. Ну, блин, может, то в Депортива я дать вам аренду, а? Типа такая дружба, дружба клубов. Мне кажется, нормальный вариант. Так, а я же не подгружал, да? Первая фаза, вторая фаза. Какие-то такие, знаете ли, электриков. Лексикон. Какая тут самая команда, так сказать, престижная? Атлетику Национал. Ладно, я его, наверное, отдам во все команды. Пусть сам выбирает. Аренда у нас какое время? До конца сезона. Ну, пусть развивается, растет. Мы теряем Зергзи. Эйбар тоже позарился на нашего футболиста. Предложил более скромные условия. Но знаете что? Это как бы и поближе, и как бы адаптация к нашему футболу. Меня это тоже, в принципе, устраивает. Так, Эйбар где сейчас играет? Погодите. Надеюсь, в секунде. Да, даже на первом. Блин, по-моему, нормальный трансфер. Ну, а у нас матч Кубка, в котором мы можем, в принципе, себе позволить сыграть таким вторым составом. Заодно пусть основа отдохнет. Ну вот, хотя Фуэн Лабрадо это крепкая команда, которая вполне может нашему второму составу надавать люлей. Ньясом на скамеечку засуну. Блин, куда бы запихнуть Мулу? Вот, куда его реально? Вот, хочется, чтобы он сыграл. Но, как бы, наверное, пусть вместо Пиньяранда вот так вот побегают чуваки вперед. Ну, а тебе, Павлович и Орельяно, как я понимаю, отдых, к сожалению, не положен. Ну, да, их неким менять. Честно скажу, на Кубок поебамба. Полнейшая поебамба. Если сейчас вылетим, это вызовет ноль эмоций. Потому что, ну, шанс выиграть Кубок, он, конечно же, невелик. И пробиться через него, там, в какие-то выдуманные Еврокубки, тоже понятно. Поэтому все силы на чемп, где у нас, в принципе, в принципе, кто знает. Может быть, это за место в этом Кубке Конференции, там, Кубке Интертота и так далее, можем зацепиться. Дзадза. Что-то дожди постоянно в этой Испании. Как будто опять в Англии тренирую в очередной юбилейный миллионный раз. Мула неплохо на Арпа, ну, и вот его шанс забить первый гол. Ну, вы видите, да, насколько он бездарен. Брохан от Задзо, но от Задзо уже пожилая жопа. Уже он и раньше-то не был прям скоростным нападающим, но уже тупо не успевает на такие передачи. Дал нау с мячом на Гомеса. И здесь Келерос на оптим. Да, он полностью потерял место в основе. Конечно, слуга в разы более клевый вратарь. Ну, шо, шо я могу поделать, ребята? Наш цель какая? Это, конечно же, победа в Кубке УЕФА. Далмао. Рос на выходе хорош. Блин, что-то слишком активно. Фуэн Лабрадо около нашей штрафной. Что-то очень-очень. Они задумали нехорошие вещи какие-то. Время Умара Ньяса в нападении. Возможно, это последний раз, когда мы видим эту связку нападающих Ньяс и Задзо, пацаны. Да. Можете сейчас уже, так сказать, вытереть слезу ностальгии по тем временам. А в третьем и втором дивизионе. Но, друзья, время прощаться. Это футбол. И, походу, время прощаться с Кубком Испании. Потому что тот самый Далмао все-таки замучил нас. И заковырял мощную банку с углового. Ну вот, Ньяс. Последние касания мяча в форме Deportivo в чемпионате я вряд ли его хоть раз еще выпущу. Хотя, если там травмы будут, то понятно, что шансы будут. Но, скорее всего, под этим зимним испанским ливнем мы наблюдаем последние касания мяча нашим футбольным львом. Я не знаю, мастодонтом, леопардом, бестом. Ну и вылетаем из Кубка заодно. Да. Хотя. Хотя. Сука. Да, это могла быть красивая лебединая песня двух бестов. Ньяс скинул над задзо. И тот со всей силы зарядил в штангу. Все, друзья. Время прощаться с бестами. Ну, а мы идем двигаться к Атлетику Мадрид. Вот типичные СМИ, да. Вот им лишь бы красивый заголовок, да. Безголевая серия Дзадза беспокоит Корунью. Кого она беспокоит? Вообще похер. У нас Хайдонг забил уже 14 голов. Сейчас Зиргзи. Это на ноги встанет. Вообще все красиво будет. Ну, понятно с этим пацаном. Короче, он такой домашний парень, как говорится. Любит мамки на пирожки. Я тоже люблю пирожок его мамки. Ну, в смысле, короче, выбрал он колумбийскую команду Америка Декали. Не знаю, насколько она великолепна. Вроде как чемпионом была каким-то пару раз. Но у них спонсор Пепси. Я люблю больше колу. На самом деле, больше люблю Меринду. Такой вот, правда жизни. О, Конте меня уважает. Кто бы мог подумать. Да, да, золотые слова. Ну, Антонио похвалил Антонио. Как бы, тут все честно. На самом деле, все это, конечно, весело и великолепно. Но за сегодняшние два матча мы не то, что ни разу не выиграли. Мы даже ни одного гола не забили. И каков шанс, что мы забьем Атлетику. У которых прекрасная оборона. Прекрасный вратарь. Прекрасная команда. А у меня в нападении бегает бесполезный Фито Арп. Рядом, конечно, Ван Хойдон. Потому что он-то знает, как заковырять. Но без Зиргзи, как говорится, это все бессмысленно. Скорее всего, Павлович на Барреку переводит мяч. Вот они, движение гения. Смотрите, как он укрывает корпус. Он пяткой под себя. От себя. Ай, Баррека, что творят? Так, Павлович, поаккуратнее. И Арп. Лучше не бить. Лучше не... Лучше ему вообще на поле не появляться. Но сейчас просто нет альтернатив Сардела. Накручивает на фланге Лемара. И вот сюда отдай молодец. Бенеш. Неплохо. Красиво. Ну и пора. Пора в штрафную загружать. Ван Хойдонг, ну пацаны. Вот он. Вот он, наш голландский гений. Это сейчас дома в Голландии. Сидит его папка, попивает пиво Амстердам. Я не знаю вообще. Мне кажется, пиво Амстердам не делают в Голландии. Так назвали просто красиво. Потому что такую бодягу делать, ну невозможно. Короче, если кто не понимает, с одной банки ты просто улетаешь в космос. Попивает, в общем, пиво Амстердам, чешет свое пожилое пузо. И пускает мужскую скупую слезу радости и гордости за сыночка. 1-0. Ван Хойдонг. Пока я это говорил, первый тайм почти закончен. Противление блевотное играет Мадрид. Но в первом круге мы тоже, как бы, первые забили, вели. А потом, как бы, случилось то, что случилось. Поэтому нужно забрать второй гол. Фито Арп, на него надежды нет. Поэтому он проигрывает верх Химиносу. Суарес. Как Суарес свои 98? Вообще ускоряется, мне интересно. Может, зря я со счетов списываю. Не ясно, может, он тоже еще потрясет песочками. Насил атлетико на наши ворота. Коке. Домбелье. Помешали пробить. Баррека. Как он криво сейчас вынес. И мы получаем еще одну атаку. Обычно, обычно, если так вот комп дразнить постоянными моментами, то заканчивается это плохо. Суарес головой в штангу пробил. Ну, не в смысле головой, в смысле головой по мячу, а мяч уже в штангу. А то вы подумайте, что я совсем с ума сошел. Короче. Все. Суарес свое отбегал. И ушел с поля. Но нам от этого не легче. Потому что очередная... О, ну здесь все. Это ГГ. Это был раскат. Раскат. И сейчас офсайд. У меня очки. Я вижу лучше всех. Это офсайд. Корея. Что ты там радуешься? Что ты там радуешься? Видно же было, что офсайд. Секундочку. Ну, наверное, все-таки, да. Наверное, Баррека позицию прокакал. Ну, как говорится, история повторяется, да. Говорим мы Арпу. К сожалению, не прощай. До свидания. Меняем он этот матч. Еланга на поле появляется. Есть шанс, что его свежие быстрые ноги... Пацаны, я теку. Я просто теку. Потому что Ван Хойдонг головой играет Аки Бог. Ну, и, как я понимаю, Баррека навесил, да. И справился в тот момент с плохой линией офсайда, когда мы пропустили прошлый мяч. Ну, что, ребята, время, так сказать, успокоиться немножко и постараться. Блин, по сути, мы забираем скальп первой топ-команды. Потому что Барси мы без шансов всрали. С Реалом что-то было, но тоже проиграли. А вот Атлетику забираем со второй попытки. Хотя ладно, ладно. Ну, тут-то офсайд. Тут-то Баррека не вмешался. Надеюсь. Или опять какой-нибудь краешек задницы. Хорошо. Перехвалил я, конечно, облако. Два ударового гола. Шо здесь сказать, чуваки? Здесь нечего говорить. Пятое место в дебютном сезоне после 20 туров. Я не призываю меня там целовать, обнимать, хвалить. Просто можете поставить лайк. И потом на стримчик зайти, написать в чат, что я классный. И все. И как бы все. Да, сегодня стрим. Будем дальше играть матчи. Так что увидимся там. Или в следующем видео. До скорой встречи. Пока.